Добрый день, читатели Блокнат Воронеж. Сегодня на ваши и мои вопросы ответит лор-медицинского центра Сакваэш-Дороя Ксения Гвоздин. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы врачу, мы их озвучим в прямом эфире. Ксения, пока читатели к нам присоединяются, хочу отметить, что мы с вами встретились в очень подходящий период, когда температура у нас понизилась, бьют периодически дожди, вот сегодня на поле было солнечно, да и отопление еще не включили. Расскажите, с какими проблемами ухо-горло-нос можно идти именно к лору, а с какими и другими специалистами, потому что не сразу сообразишь. Так, ну смотрите, когда беспокоят именно ухо, горло и нос, то лучше всего идти сразу к лору. Потому что в первую очередь врач должен исключить серьезную патологию, да, которая там может беспокоить пациентов. Вот, если же бывают такие ситуации, когда больной приходит с патологией, например, щек, десен, подъязычной области, да, с патологией зубов, с такими вопросами в первую очередь стоит обращаться к стоматологу. То есть это не наша там совершенно полость рта, это стоматолог. Бывает такое то, что приходит с патологией глаз, с конъюнктивит. Если нос сухой, то в первую очередь стоит бежать к офтальмологу, а не к лору. Патология головные боли, да, иногда неврологи исключают нашу патологию. Как бы все должно проводиться в комплексе. То есть лор исключил основную патологию нос, горло, ухо, а уже все остальное как бы исключает, специалисты отправляют к другому специалисту. А расскажите, с какими симптомами человек должен обратиться к лору незамедлительно? Незамедлительно? Так, ну смотрите, затруднение дыхания, затруднение акта глотания, снижение слуха, затруднение носового дыхания, при этом обильное гнойное отделяемое, повышение температуры при этом происходит. Затем аутофония, когда человек сам себя слышит, то есть проблемы какие-то есть с ушами, шум в ушах постоянный, потом что еще? Головокружение, сопровождающее шумом в ушах и снижением слуха, это тоже наша патология, да? Ощущение народного тела в глотке, в гортане, в носе, в ухе, это тоже все наши патологии, стоит незамедлительно обращаться к лору врачам. А расскажите, вот чем может быть вызван ком в горле? Что это значит? Так, ком в горле чаще всего вызван нашей патологией, да, это хроническими фарингитами, танзелитами, хроническими ларингитами, затем... Сочными названиями? Да. Ну, заболевания, грубо говоря, горла, да, гортания, потом заболевания щитовидной железы, заболевания позвоночного столба на уровне шеи, доброкачественные, злокачественные опухоли, гортаноглотки, гортания, ротоглотки, да, потом заболевания желудочно-кишечного тракта, например, чаще всего это гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Грыжи пищеводные могут приводить к появлению лукома в горле, да, инородные тела точно так же, затем травмы, ожоги, многие вещи могут приводить, поэтому необходима консультация лор-врача обязательно. Ну, и теология искривления перегородки, как бы тут два варианта, либо это посттравматическое искривление, либо искривление вследствие аномалии развития, да, костно-хрящевого скелета носа, то есть, как бы других причин, в принципе, быть не может, либо это травма, либо вот так вот получилось, что он такой вырос. А как исправить искривление? Искривление исправляется хирургическим путем, это подслизистая септопластика, подслизистая коррекция непосредственно носовой перегородки, как бы других вариантов, к сожалению, нет. А расскажите, Ксения, чем опасны полипы в носу? Полипы в носу. Так, ну, полипы в носу, это в первую очередь не злокачественное, не доброкачественное какое-то образование, это разрастание слизистой оболочки полости носа, да, вот, в первую очередь что? Происходит обтурация полностью носовых, общих носовых ходов, то есть затруднение дыхания человека, при этом воздух, который вдыхает человек, не очищается, не увлажняется и не согревается, поэтому весь воздух, который попадает в организм, он не такого качества, которого должен быть. затем, что при полипах происходит блок естественных соустев около носовых пазов, которые в дальнейшем могут привести к заболеваниям около носовых пазов, такие как хронические синуситы, да, потом, что еще? Нарушение обоняния, нарушение обоняния, каждый человек, когда не чувствует запахи, естественно, уровень его жизни страдает. Так, ну и в принципе, это такие основные вещи, которые при длительной травматизации, там, этих полипов, да, они разрастаются, разрушают костные стенки, ну, бывают разновидности агрессивные. В общем, с полипами необходимо обращаться к лор врачу, да, ставить диагноз, незамедлительно лечить, лучше лечить там хирургическими методами. Да, и у нас уже первый вопрос от читательницы. Спрашивает женщина, отдали ребенку в детский сад через постоянные сопли. Скажите, следует ли обратиться к лору, или дома можно подлечь? А опять же, какой характер отделяемого? Это прозрачное отделяемое, это гнойное, постоянно отделяемое. Ребенок спит, не спит, дышит постоянно носом, он не дышит, он носом. Храпит, не храпит. Здесь очень много причин, да, на которые стоит им внимание обратить. Как бы, если отделяемое зеленое, если ребенок беспокойный, если он стал агрессивный, если он там перестал себя вести в обыденной жизни, как себя обычно ведет, да, то стоит обратиться к врачу, потому что самостоятельно такие сопли не пройдут. В детский сад, когда идут дети, они все начинают болеть. Абсолютно все, нет таких детей, которые бы не начали болеть в детском саду. Это как бы для детского возраста, для ребенка это норма. Но не стоит считать то, что на протяжении трех лет, четырех, пока ребенок ходит в детский сад, и у него висят, простите, сопли, что это вот, это так и должно быть. Если это постоянно беспокоит, и ребенок себя чувствует некомфортно при этом, то как бы стоит обратиться с этим вопросом к доктору. Следующий вопрос, вот читательница. Подскажите, с какого возраста ребенка нужно показать лору? Первый раз? Ну, видимо, да. Первый раз на первом году показывают, в один год жизни показывают ребеночку лору, да. А потом по потребности, когда появляется необходимость. Если лор-патологии какой-то выраженной нет, то не надо обязательно бежать, просто так к доктору стоять, там говорить, вот у нас запершило горлышко, посмотрите, пожалуйста. Когда ребенок заболевает вирусным заболеванием, в любом случае у него будет и першить горлышко, и насморк будет. Это норма, с такими проблемами надо обращаться к педиатру, не к лору сразу. А насколько опасна киста в пазухе? Киста в пазухе, да. Если киста маленькая, надо смотреть на объем. Если киста маленькая, то она не опасна, как бы, в принципе. Бывает такое, что они сам разрешаются, да, лопаются, и больше никогда не беспокоят. А когда киста большая, она может приводить к головным болям, да. Точно так же может вызывать блок соустив естественных, может нагнаиваться. И человек долго, как бы, не знает, что его беспокоит. Его отправляют к неврологу, его отправляют, там, к стоматологу, потому что кисты могут давать и зубные боли. И он не поймет, что его беспокоит, как бы, да. И уже доведет до того момента, когда киста нагноилась. Это, естественно, это интоксикация. В таких случаях это опасно достаточно, да. И поэтому, как только обнаруживается киста уже достаточных размеров, то лучше всего ее убрать. Лучше всего убрать. А убирается тоже операционным, таким, хирургическим методом. Только операции, да? Только операции, да. По-другому кисты у нас не убираются, к сожалению. Читательница пишет, что ходила к вам, хвалит вас как специалистов. Спасибо огромное. И следующий вопрос про искривление носовой перегородки. Влияет ли она на частую заложенность носа в холодное время года? Нужна ли операция? Искривление носовой перегородки, да, непосредственно влияет. Любое искривление приводит к тому, что пациент начинает пользоваться сосудосуживающими капельками. Рано или поздно это придет. Да? Сосудосуживающие капельки, в свою очередь, приводят патологии к хроническому риниту, да. К хроническому медикаментозному риниту, когда слизистый нос становится отекший, увеличенные нижние носовые раковины, поэтому, как бы, когда искривлена перегородка, дыхания нет. Грубо говоря, рано или поздно каждый к этому придет. И если есть возможность, если есть желание, то, конечно, ее лучше стоит исправить. Потому что любое искривление приводит к тому, что искривление вправо, гипертрофия, увеличенные структуры полости носа слева будут однозначно. Потому что, ну, это закон такой. Эти увеличенные структуры тоже будут приводить к нарушению правильной работы около носовых пазов, да, к дренажу их правильному. Поэтому, если есть возможность, если сильное искривление, есть минимальное искривление, которое незначительно оказывает, там, влияние на дыхательный акт через нос, да. При таких, если человека ничего не беспокоит, то можно оставить ее в покое. Люди живут с искривленными перегородками спокойно достаточно долго и ничего абсолютно, как бы, да. А расскажите, когда ренит перерастает в хронический? И как следует его лечить? Хронический ренит, да. Хронический ренит, ну, наиболее часто распространенная патология среди лору по поводу хронических ренитов, это хронический вазомоторный ренит. Чаще всего он медикаментозный. Как мы уже не раз разговаривали про искривленную носовую перегородку, да, все приходят сосудосуживающим капелекам. Эти сосудосуживающие капельки, как я уже говорила, да, приводят к гипертрофии слизистой, слабости сосудистой стенки нижних носовых раковин, расширению кавернозных тел, к застою, да, постоянному отеку. Это и есть хронический медикаментозный вазомоторный ренит, да. Вот, как бы, это одна из наиболее частых причин появления хронического ренита. Затем воздействие выраженных холодных температур, воздействие высоких температур, то есть где-то там работаешь на севере, работаешь в Сахаре, что-то такое, да, приведет к хроническому рениту. Потом провредности, то есть работа с деревом, работа с бетоном, загазованность, запыленность. Все это влияет на слизистую полость носа, на мерцательные эпители, на его работу, да. Что в дальнейшем тоже приведет к хроническому рениту. Это как бы основные такие экзогенные, да, факторы. Среди эндогенных факторов это, конечно, эндокринные заболевания, это гормональные какие-то всплески. Часто беременные женщины приходят к нам с вазомотором беременных, да, который просто не знаешь, с чем лечить. Беременным же нельзя ничего, абсолютно ничего. Сосуд суживающей каплей нельзя, у плода тахикардия, да. То есть приходится что-то придумывать, подбирать какую-то детскую концентрацию сосуд суживающих капелек. Можно помыть только нос, там, какие-нибудь ирригационные терапии, то есть это все промывалки, да. И все, в принципе, больше им ничего нельзя. А закладывают, к слову, беременных нос до такой степени, что они бедные дышать не могут совершенно. Поэтому хронический вазомоторный ренит это такая сложная достаточно проблема. Особенно катаральный хронический ренит это, в общем, он непонятный из-за чего, непонятно по каким причинам и непонятно, как его лечить. Бывает и такое. Так, и следующий вопрос от читательницы. Она говорит, что на протяжении года использует капли в нос. Без них нос заложен. Скажите, это уже привыкание? Сосуд суживающей капли можно использовать только в течение пяти дней. Затем необходимо делать перерыв. Если вы пользуетесь больше трех месяцев, постоянные за дня в день, то, естественно, это уже привыкание. Естественно. И как бы, что делать с этим? С этим надо обратиться к лору, к лор-врачу, да, который подберет вам правильное лечение. Надо устранить основную причину, почему у вас не дышит нос. Это же искривлена перегородка. Либо какой-то хронический ренит. Может быть, те же самые полипы, да. Сосуд суживающей капельки приносит только временное облегчение. Это не основное лечение, как бы, да, патологии. Вообще любой, вообще любой. Поэтому приходите, посмотрим. Девушка жалуется на хронический гайморит. Какие бы вы дали рекомендации по поводу предотвращения его очередного обострения? Хронический гайморит. Прекрасно. Опять же, у всего есть причина-следственная связь. Почему у вас возник этот хронический гайморит? У людей, у которых работают все структуры полости носа правильно, где работает мукоцеллярный клиренс правильно, все в порядке всегда. Вот. Необходимо сделать обследование. Сделать РКТ. В первую очередь, да. РКТ носа и предаточных пазух. Посмотреть, почему, какая структура страдает. Взять посевы обязательно. Что за флора живет, какие антибактериальные средства, какие там асептические средства можно вам назначать. Вот. И уже тогда с этим набором прийти к лору-врачу, да, и он вам скажет адекватно, какую терапию нам необходимо назначить. Постоянно пить антибиотики, приходя от простого к сложному, тоже как бы не самый лучший вариант для больного. Тему о гайморитах спрашивают. Читательница, обязательно ли прокалывать пазухи, чтобы вылечить гайморит? Нет, не обязательно прокалывать пазухи, чтобы вылечить гайморит. Но лору-врачи эту процедуру очень любят. Потому что намного быстрее, намного легче потом становятся больным, да. Наверное, на сегодняшний день это для нас какая-то такая палочка-выручалочка, да. Хотя за границей давно отказались, давно уже не делают проколы. Вот только, по-моему, в России этот метод остался. Можно, можно подождать, там, назначить антибиотики, назначить какие-то вспомогательные лекарственные препараты, муколитики. Подождать, может, само, да, все разрешится. Но если в пазухе есть гной, если в пазухе есть уже уровень жидкости, то лучше всего ее оттуда эвакуировать. Неизвестно, организуется она, то есть она может приобрести такую более туго-эластичную консистенцию. Навсегда там остаться и, как вот кто-то сказал, привести к герохроническому, да, гаймориту. Поэтому если есть уровень, если есть гной в пазухе, то лучше сразу его убрать, там, не ждать, пока он оттуда сам эвакуируется. Потому что это, опять же, постоянный отек. Это все намного длительнее происходит, все затяжное. Если ты согласишься, грубо говоря, да, на прокол, то лучше его сделать. Это не больно. Это, наверное, там, естественно, неприятные ощущения, когда ломают кость. Да, там ломают кость, но кость там тоненькая, ты ощущаешь просто хруст. И то, что многие говорят, что после первого прокола ты всю жизнь будешь прокалывать пазуху, это неправда. Миф, это неправда. После первого прокола через 2 часа место уже вкола, как бы, оно затягивается. Если это единственный прокол был. Естественно, кость с нами образуется, на остеосинтез нам чуть-чуть побольше времени. Но слизистая уже закрывается это отверстие. Поэтому, как бы, в принципе, не стоит бояться. Постоянных проколов больше не будет. То есть это операция без наркоза, да? Это без наркоза. Это проходит все под местной аппликационной анестезией. Обычным бидокаином. И следующий вопрос. О чем говорит закладывание ушей при любой, даже малейшей простуде? Закладывание ушей при любой малейшей простуде, да. Это говорит о том, что, скорее всего, либо у вас очень-очень-очень-очень близко расположены слуховые трубы к задним концам нижних носовых раковин. Поэтому любой отек приводит к тому, что эти трубы закрываются. Да? Вот. Бывает такое, когда у людей остается лимфоидная ткань носоглотки. Носоглотки при любом воспалении, так называемый аденоид. При любом воспалении аденоид реагирует. Точно так же закрывая слуховые трубы. Поэтому, чтобы выяснить причину, опять же, это нужен эндоскопический осмотр носоглотки, осмотр полости носа, чтобы так вот сказать, наверняка, какая причина именно у этого человека. Ну и напоследок, Сеня, что можете посоветовать нашим читателям? Что я могу посоветовать? Все доктора желают здоровья своим пациентам, наверное, да. Самое главное – здоровья. Берегите друг друга и здоровья своих близких. Спасибо. Пожалуйста.